Всем привет, меня зовут Николай Пак, это видеоблог серийный продюсер и наконец-то долгожданный первый полноценный влог. Сейчас у нас уже июнь, прошло полгода, впервые по-нормальному я рассказываю, как у нас дела. Итак, в этом влоге я расскажу, что мы делаем, что за это время уже сделали, какие у нас цели, к чему стремимся, ну все как всегда, в общем, поехали. Ну, значит, самое первое, это, естественно, проекты. Проектов у нас уже в этом году немало, мы, как всегда, энергично, бодро осуществляем наши проекты с разной степенью успешности, сериалы, были шоу, были программы. Сейчас мы работаем над одним большим проектом, о котором я расскажу, наверное, через один выпуск. Так что работы много, команда наша расширяется, мы становимся лучше. В этом плане, как бы, я очень доволен. Ну, значит, второе, это очень большая часть моей жизни, мое участие в Кайзен-клубе. Вот такой вот у нас Кайзен-клуб! В этом году я выступил перед своими одноклубниками с лекцией под названием «Личный бренд через стори-теллинг», я рассказывал о том, что я делаю на этом канале. Наконец-то понадобились мои знания сценаристики. Я думаю, что очень важная штука и важная составляющая, как инструмент, что это все-таки, какую историю он, как бы, несет. Такой этап медиа, когда очень важно, какую историю ты рассказываешь, что стоит за, вот, как бы, что ты вещаешь в мире. Очень важны коммуникации. То, о чем я буду говорить, это личный бренд через стори-теллинг. Это немножко более трудная история, но, по крайней мере, я верю в то, что это более эффективно на долгой дистанции. Я попробую вам рассказать, ну, донести, зачем и как, как бы, это делается. Вот, смотрите, за всеми этими трендами, за всеми этими изменениями история – это то, что остается неизменным. То есть, современ, там, Аристотеля и сформулированы какие-то вещи. То есть, людям всегда нравится смотреть историю. Вот, выступил, очень понравилось, очень много людей. Дали свой фидбэк. Было очень интересно. Я думаю, что я буду еще этим заниматься, потому что от этого я чувствую энергию. Ну, думаешь, а нафига на 200 человек снимать, блин, там, свет ставить, интервью делать, это все ехать. Нужно понять одну вещь. Вам нужно пересесть на кресло, как бы, контент-мейкеров, да, условно говоря. Поэтому очень важно определить, как бы, свои сильные качества и какой контент вы будете, как бы, делать. Ну, то есть, какой контент – текст там, аудио или видео. Я делал видео, поэтому, ну, могу рассказать вам, грубо говоря, про видео. Очень важно делать это долго. Вот здесь вот аналогия со спортом. Тебе может все помочь, там, ребята, кто-то снимать. Но контент ты должен делать сам, потому что в этом цифровом маленьком городке очень четко чувствует неискренность. Если вы хотите пойти по этому пути, вы должны определиться, что вы в ближайшие 10 лет будете точно чем заниматься. Потому что вся эта история очень долгая. АПЛОДИСМЕНТЫ В ближайшие дни буду делать зум для определенной аудитории. Мне интересно об этом рассказывать, интересно об этом делиться. Значит, третий – это, опять-таки, наконец-то мы сделали это. Мы сделали такой проект в рамках нашего Кайдзин-клуба. Это новый YouTube-канал. Кстати, подписывайтесь, ставьте лайки. Новый канал – это «Войны эффективности». Всем привет! Это подкаст «Войны эффективности». Наш первый пилотный выпуск. Очень интересно, что, ну, когда речь идет об этой книге, ну, мнения такие полярные. И идешь, и вот думаешь, когда, когда, когда? И вот такой... Я не хочу забирать лавры себе. У меня были автомойки, я запчастями занимался, цветами занимался. Люди суперчеловечные. Стоп! Кто я? Что я? Четыре утра встанешь и пойдешь. Хотя вроде так ломается вставать. Четыре утра – самое время поспать. Там мы будем говорить о бизнесе, об эффективности, о предпринимательстве. Я буду встречаться и ездить в гости к предпринимателям. Пусть они со мной поделятся инсайтами, какими-то лайфхаками, а мы поделимся с вами. Я думаю, что это будет интересно. Я для себя определил, что мое хобби – это вот видеоблогинг, то есть бизнес-видеоблогинг. Я иду по этому пути. Мне нравится, это дает мне энергию. Я надеюсь, что вам тоже понравится. Если кому будет интересно, ссылка в описании к этому видео будет наш новый канал «Войны эффективности». Итак, четвертое, конечно, яркое событие в этом году – это слет Кайдзен-клуба в Стамбуле. Я очень хотел попасть на этот слет. Первый слет, значит, получилось так, что его отложили. Он должен был быть в Дубае. Я поехал в Дубае, но его перенесли в Стамбул, то есть вот из-за всех этих событий. Потом я решил поехать в Стамбул, но за неделю до этого я сломал ногу. Николай немножко ушибся. Но мы всегда найдем выход. Небольшая заноза. Буквально. Но меня это не остановило. Я на коляске, на костылях. Приехал в Стамбул, потому что очень хотел попасть на этот слет. Не знаю, сейчас прямо напрашивается фраза, что-то вроде о том, что если у тебя есть цель, у тебя нет препятствий и так далее. Я не знаю, как это назвать. Может быть, просто какое-то безумие. Но я попал на слет. Было очень круто. Очень много знакомств. Очень много познакомился с классными ребятами. Очень нравится вся эта движуха. И поэтому как бы с нетерпением жду следующий слет, который произойдет в Алмате. И про него мы расскажем на нашем канале очень подробно. Ну, так вроде бы рассказал все, что происходит интересного. Но, наверное, это не все. Но самые важные вещи, то есть самые важные вещи – это цели. Это цели, к которым движется наша компания, к которым направляюсь я. Итак, я напоминаю всем о том, что у нас наша миссия – это сделать Алматы с заметной точкой на креативной карте мира. То есть мы хотим сделать, чтобы Алматы было одним из лучших городов для творческих людей, для жизни и работы творческих людей. Это наша миссия – это наша миссия, миссия нашей компании. Но внутри этой миссии есть еще цели. То есть у нас есть цель очень четкая – в 2026 году попасть на международный стриминг-платформу в 2026 году. Второе – в 2026 году у нас должен быть уже тот вугедом, который я себе представляю и о котором я мечтаю. То есть там должно быть около 200 человек помещаться. И это должно быть креативное пространство, где люди могут работать командами над проектами, которые будут иметь шанс на успех в мире. То есть это будет творчество, которое будет расстребовано за пределами Казахстана. Поэтому сегодня я расскажу вам о нашей первой цели, о том, как мы хотим двигаться к цели номер один – в 2026 году попасть на стриминг-платформу. Мы называем это Netflix, мы не знаем, какая платформа в 2026 году, но попасть на международную платформу. Итак, что нам нужно сделать, чтобы попасть на условный Netflix? Первое – это команда. Команда у нас есть, мы продолжаем работать, предпринимаем действия, чтобы улучшать нашу команду, звать новых людей в нашу команду. То есть этот процесс как бы идет. Это первое. Второе – нам нужен проект, то есть нам нужен сценарий. Я уже давно отказался от такой мысли, что обязательно сценарий своей мечты, с которым мы попадем на Netflix, это будет сценарий, который напишу я. Возможно, что это будет сценарий вообще другого человека, других людей. Возможно, мы вместе что-то придумаем. То есть мы сейчас делаем что? Мы ищем талантливых людей, с которыми мы можем работать. То есть мы ищем сценарий, мы ищем людей. Для этого мы создали сценарную группу, для этого мы будем делать несколько мероприятий. Итак, что нам нужно сделать для того, чтобы выявить талантливых людей, выявить сценарии, которые мы должны как бы снимать? Первое – мы делаем сценарный конкурс. Мы объявляем его с этой даты, о том, что у нас будет сценарный конкурс. Значит, вы можете присылать ваши работы, будет денежный приз. И по итогам которого мы отберем победителя. Будет жюри, выберут победителя. Второе – мы делаем сценарную конференцию, когда приедут спикеры, будут мастер-классы с известными людьми в нашей индустрии, где люди могут обмениваться опытом, услышать что-то новое, уверены, что это должно пойти на пользу. И третье – мы создаем рабочие группы, которые будут заниматься разработкой проектов. Как итог этой работы должен быть пилот первой серии, сценарий первой серии, и одну из трех или четырех работ мы будем снимать пилот осенью-зимой. Вот три вещи, которые мы собираемся делать в этом году. Но все это будет только первая попытка. Мы не оставим попыток в этом году, в следующем году. Мы уже разработали целую программу, будем рисковать, будем вкладывать свои деньги. Но мы должны в 2026 году попасть на Netflix. Будем усиливать нетворкинг обязательно, будем общаться с людьми, будем ездить на мероприятия, которые в нашей индустрии значимы. Вот таким образом будем приближаться к этой цели и будем рассказывать об этом на этом канале. Вы увидите весь наш прогресс в действии. Если коротко, это то, что мы делаем в этом году для достижения нашей цели. Давайте вместе будем следить, что у нас получается, что не получается. Я буду все открыто рассказывать. В общем, как вы поняли, все движется, все наполнено такой большой энергией. Я в конце хотел сказать мысль, которой я живу уже несколько недель. Ну, мир меняется. Мир, он такой сейчас непостоянный, как модно говорить. Но на самом деле весь вопрос только у нас самих, как к этому относиться. Я, вот моя команда, я надеюсь, мы движемся вперед, несмотря ни на что. Потому что единственное, на что можно опереться, только на самих себя. Все. Поэтому будем двигаться дальше, будем рассказывать вам, что происходит. Надеюсь, никакие больше катаклизмы не выбьют нас, и меня лично, ладно, я признаюсь, из колеи. И как бы все будет нормально, потому что мы живем интересную жизнь. Самую интересную жизнь, наверное, за весь период человечества, как мне кажется. Поэтому подписывайтесь на наш канал. Нужно вам, не нужно, подписывайтесь, ставьте лайки, видите, уже небольшие изменения. Вот, давайте увидимся. Все, кто заинтересован в сотрудничестве, пишите мне. Вы и так мне пишите, большое вам спасибо, комментируйте, пишите в личку, мы встречаемся с вами. Но все, кто видит какую-либо коллаборацию, какой-либо интерес к сотрудничеству, давайте что-то мутить, что-то делать. Мы открыты ко всему. Все, всем пока, до следующих встреч.